Это напоминает сцену из блокбастера, но для хозяина квартиры всё происходящее по-настоящему. И страх в глазах тоже искренний. В этой студии он жил и ни в чём себе не отказывал. А теперь, видимо, придётся привыкать к тюремному быту. Параллельно задержания проходили ещё по трём адресам. В наручниках оказались четверо предприимчивых банкиров, чья банковская деятельность процветала в теневом сегменте экономики. Проще говоря, была незаконной. Было установлено, что в период с 2020 по 2021 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные компании-однодневки, на расчётные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. Всего стражи порядка провели 24 обыска, в том числе в офисах злоумышленников. В многочисленных сейфах полицейские обнаружили многомиллионную прибыль, в том числе в иностранной валюте. За оказание незаконных банковских услуг была назначена фиксированная плата. Каждый клиент за транзакцию отдавал 8,5% комиссии. Таким образом, за год злоумышленникам удалось заработать почти 10 миллионов рублей. Доказательствами в уголовном деле стали печати и документы подконтрольных фирм, электронные ключи и компьютеры. За незаконную банковскую деятельность участники банды рискуют на 7 лет отправиться за решётку. Денис Бушуев, Максим Ларин и Андрей Черненок. Петровка, 38.